Президент США Джо Байден выразил осторожный оптимизм насчет возможного достижения соглашения о прекращении огня в секторе газа. По словам главы государства, это может произойти уже в конце этой недели. Представители группировки «Хамас», впрочем, какие-либо новые предложения от переговорных групп, не получали. О перспективах долгожданного перемирия и ситуации в газе сюжет Алексея Казанникова. У вас есть представление, когда, по вашему мнению, этот момент наступит? С рожком мороженого в руках, сразу после съемок развлекательного вечернего шоу, американский президент Джо Байден делает сенсационное заявление о перемирии между Израилем и Хамас. Что ж, я надеюсь, что уже к началу выходных, я имею в виду конец выходных, по крайней мере, мой советник по национальной безопасности сказал мне, что мы очень близки. Мы почти закончили, и я надеюсь, что к следующему понедельнику мы заключим прекращение огня. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан действительно по итогам встречи в Париже в прошлую пятницу заявил, что представители Израиля, США, Египта и Катара пришли к взаимопониманию о том, каким может быть перемирие между Иерусалимом и Хамас. По данным Аль-Джазиры, в обмен на 40 заложников Израиль обязуется освободить 400 палестинских заключенных. Цахал разрешит мирным жителям сектора газа постепенно возвращаться на север Анклава. Иерусалим позволит увеличить объемы гуманитарной помощи, разрешит ввоз временного жилья и тяжелого инженерного оборудования для восстановления инфраструктуры. Цахал передислоцируется за пределы населенных пунктов сектора газа, а ВВС Израиля не будут летать над Анклавом в течение 8 часов в день. Другие сведения по сделке у Нью-Йорк Таймс. Израиль якобы уже согласился и предлагается обменять 5 похищенных женщин-солдат на 15 старших функционеров Хамас, 7 заложниц на 21 заключенного Хамас, 6 палестинцев из тюрем на западном берегу на каждого похищенного израильтянина старше 50 лет и 12 палестинских заключенных на каждого дополнительного раненого израильского заложника. Штаты надеются освободить из сектора и своих граждан, но, как отмечают в Госдепартаменте, Вашингтон не давит на Иерусалим. Израиль, как и другие страны в регионе, независимое государство и сам принимает решения. США не диктуют Израилю, что ему делать. Точно так же, как мы не указываем другим странам, что им следует делать. Если только мы не вторгаемся в эти страны. Хорошо сказано, Мэтт. Мы представляем сейчас... Да ладно, ну серьезно, мы занимаемся стендапом в зале для брифинга? Нет, мы верим, что можем заключить мир на Ближнем Востоке. И это самое главное. Но именно Израиль должен принимать все решения. Если все стороны действительно подтвердят намерение о прекращении огня уже в следующий понедельник, то есть 4 марта, то, вероятнее всего, перемирие начнется 10 числа в воскресенье, в первый день священного для мусульман месяца Рамадан. Переговоры продолжаются и сейчас, при участии посредников из Египта, Катара и США. В Иерусалиме пока не подают сигналов, что готовы к перемирию. Накануне Израиль нанес ракетный удар по ливанскому городу Бальбек, самый масштабный со времен Второй Ливанской войны. И министр обороны Йоаф Галланд говорит, что удары не прекратятся, пока Хизбалла не отойдет на 7-10 километров от северной границы страны. «Если кто-то думает, что когда мы достигнем соглашения об освобождении заложников на юге Газы и огонь прекратится, то есть это облегчит ситуацию, то они ошибаются. Мы продолжим вести огонь и будем увеличивать интенсивность вне зависимости от того, что происходит на юге, пока не добьемся своих целей. Цель проста – отвезти Хизбаллу туда, где она должна находиться, либо договорившись, либо мы сделаем это силой». Каждый день последней недели под ракетными обстрелами самый южный город сектора Газа-Рафах. По данным палестинского полумесяца, сюда с начала войны Израиля против Хамас переместились около миллиона четырехсот тысяч человек. «В этом здании было много беженцев, больше пятидесяти вынужденных переселенцев, больше двадцати детей, большинство были женщины и дети. Район, где находится наш дом, часто бомбят. Мы выносили тела из этого здания, было очень страшно. Я не могу понять, как долго может продолжаться эта ситуация. Посмотрите на развалины. Разве не запрещено целиться в этих детей и женщин?» Возможное перемирие не только позволило бы остановить ракетные обстрелы, но и снизило бы угрозу Израиля расширить наземное наступление на Рафах. Эту вероятность в мире активно обсуждают все последние дни. Иерусалим при этом по-прежнему говорит, что сражается исключительно в целях самообороны, не реагируя на предписание Верховного Суда ООН избегать любых актов геноцида против мирного населения. Израильский режим апартеида вместе с его поселенческим колониализмом служит коренными причинами всех преступлений, мешает палестинскому народу осуществлять свои основные права и свободы. Международное сообщество должно предпринять шаги для реализации мер международного суда по делу Южная Африка против Израиля, бросив вызов и изолировав жестокий незаконный режим Израиля посредством бойкота, запрета на взаимодействие с технологиями и компаниями, связанными с поселениями, а также с помощью приостановки членства Израиля в международных организациях. С участившимися обстрелами Рафаха в Анклаве усилился гуманитарный кризис. Немногие оставшиеся жители города Газа уже который день дежурят на улицах в ожидании гуманитарной помощи. Но она не идет. Поставки с юга на север практически прекратились. Я желаю смерти детям, потому что не могу достать им хлеб. Я не могу их накормить. Я не могу накормить своих детей. Каждый день кто-то умирает. Нет ни риса, ни еды, ни мухи. Чем мы все заслужили это? Помочь решили соседние Иордании. Королевские ВВС доставляют гуманитарку жителям сектора Газа по воздуху. Ценные грузы сбрасывают военно-транспортные самолеты с высоты нескольких тысяч метров. Алексей Казанников, Михаил Винокуров, РТВАЙ. В Израиле проходят муниципальные выборы. Сегодня утром открылись 11 600 избирательных участков в центре страны. На этот раз голосуют не везде. В 12 городах и поселках севера выборы перенесены на ноябрь. Из-за эвакуации жителей, которая связана с продолжающейся войной. Подробности узнаем у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Борис, привет. Еще неделю назад были озвучены прогнозы, согласно которым явка избирателей будет невысокой. Именно из-за войны что происходит в этом отношении? Боевые действия действительно повлияли на избирательную активность? Дима, привет. Ну, в общем, получается, что повлияли. По крайней мере, по последней информации, которая была опубликована на 18.00 по московскому времени, из Центра избиркома всего проголосовало 31,2% израильтян. При том, что в 2018 году на муниципальных выборах к этому часу уже проголосовало 40%. Явка в городах тоже не очень высокая. Отрицательная по факту явка в Иерусалиме. Там проголосовало к 6 часам вечера только 20%. Лидирует город Бнейбрак, там 34,6%, а также арабские города севера, там проголосовавших намного больше. Абсолютный рекорд пока бьют заключенные. 48,5% проголосовало из тех, кто находится в израильских тюрьмах. Ну, в общем, да, повлияла война на ситуацию с этими выборами. На севере выборы отменены. В 12 городах они не проводятся. Более того, сегодня северная часть Израиля подверглась практически беспрецедентному за последние несколько недель обстрелу со стороны Ливана. Порядка 100 ракет было выпущено по городам и поселкам. Очень многие, к счастью, разорвались на открытой местности. Поэтому, в общем, ситуация остается довольно и довольно напряженной. Единственное, кто выиграл вообще во всех этих выборах, выборы в Израиле муниципальные, это выходной день. Выиграла торговая система. За первую половину дня израильтяне потратили в магазинах на шопинге порядка 300 миллионов долларов. Вот странно звучит эта цифра, но это то, что приводит сегодня Министерство торговли. В общем, выборы очень напряженные. Если избиратели не придут на избирательные участки, то, конечно, останется в определенном смысле неприятный осадок. Но все привязано в том числе и к военным действиям, которые продолжаются и на севере, и на юге. Дима. Борис, насколько муниципальные выборы похожи на выборы в парламент? Большая политика влияет на решение израильтян голосовать за того или иного кандидата? Ну, процедура выглядит практически точно так же. Избирательные участки оформлены все в тех же цветах. Ящики для бюллетеней абсолютно точно такие. А вот выбор избирателя не всегда совпадает с тем выбором, который он делает на больших парламентских выборах. Это связано в первую очередь потому, что в городах все выглядит совершенно по-другому. И муниципальные политики гораздо более гибчие в создании коалиционных отношений уже непосредственно в муниципалитетах. Однако есть несколько довольно странных показательных моментов. Например, не всегда город, который голосует, например, на выборах мэра, а это два списка за выбором мэра голосуют, и второй за муниципальных депутатов. Так вот, не всегда в тех городах, где поддерживают, например, правых кандидатов или левоцентристов, или просто центристов, на выборах в парламент голосуют примерно точно так же. Самый яркий пример – это город Мадиин, который находится, кстати, недалеко от нашего телецентра. Там уже в течение многих лет жители города, правоцентристы или левоцентристы в основной своей массе на больших парламентских выборах голосуют за представителя партии Ликут. При этом еще тоже довольно странный момент. Несмотря на то, что муниципальная политика завязана, конечно, на партийных предпочтениях, не всегда успех в муниципальной политике гарантирует людям, которые и занимаются, продвижение затем на более высокий уровень. Но, тем не менее, на этих выборах очень многие говорят, что нужно следить за тем, что происходит в крупных городах, потому что те люди, которые сегодня там получат большинство мандатов, вероятнее всего на следующих парламентских выборах отправятся в ту самую большую политику. Ну, а в остальном все очень похоже. С утра было заведено порядка 19 уголовных дел по поводу нарушений. Есть определенная нервозность. И, в общем-то, люди действительно идут избирать. Хотя не массово, как оказалось. Дима. Борис, возвращаясь к первой теме, источники и в Вашингтоне, и в Париже, и в Дохе утверждают, что сделка по освобождению заложников из рук боевиков Хамас практически готова. Как вы, с точки зрения израильских политиков, шансы на то, что она будет заключена уже в ближайшее время? В израильской политической системе практически все отказываются комментировать все вот эти заявления, которые прозвучали и в Вашингтоне, и в Париже, и в Дохе, в первую очередь потому, что, ну, наверное, боятся, что ли, сглазить того, что может действительно произойти. Единственное заявление поступило менее часа назад. Его автор, министр обороны Юаф Галланд, который сказал, что лучше не комментировать вообще ничего, а запастись терпением и ждать. Ну, а что касается того, возможно это или нет, все, конечно же, упрется в голосование в израильском правительстве. А вот здесь могут быть сюрпризы. Политики правого толка в коалиции явно не поддержат те варианты соглашений, которые уже озвучены. Слишком большой вариант обмена одного заложника на 10 террористов, которые находятся в тюрьмах. Странно выглядит вот это требование прекратить полностью все полеты над территорией сектора газа, полеты израильских ВВС. Это то, что, кстати, не прошло в качестве пункта соглашений в предыдущий раз. Кроме всего прочего, довольно странно, опять же, выглядит количество заключенных, которые сидят по обвинению в терроризме и совершении серьезных преступлений в обмен на израильских солдаток, которые до сих пор находятся в плену. В общем, есть очень много нюансов. Ну и самое главное, вообще непонятно, каким образом поведет себя в первую очередь американская администрация. Сегодня были опубликованы результаты социологических опросов, согласно которым большинство американцев недовольны тем, как американцы ведут политику в отношении переговоров. И в первую очередь вот этим давлением, которое администрация Байдена оказывает на Иерусалим по поводу заключения сделки. Так что здесь возможны абсолютно любые варианты. Ну и самое главное, боевые действия параллельно всему, что происходит сейчас, переговорам, выборам продолжаются и в секторе газа, и на границе с Ливаном. В Газе действует спецназ, объединенные две группы спецподразделений Маглан и ГОС. Они сегодня опубликовали новые видео, которые показывают, каким образом выглядит террористическая инфраструктура и занимаются поиском заложников. Пока, к сожалению, безрезультатно, но война продолжается в полном объеме. И последние заявления того же министра обороны говорят о том, что планы у военно-политического кабинета абсолютно прозрачны. Операция, наземная операция в Рафихе или в Рафахе должна состояться. Как минимум уже названа дата, это до 7 марта, то есть до следующей недели. Дима. Борис, спасибо. Ближневосточный корреспондент Артевиа и Борис Штерн был с нами на прямой связи из Израиля. Дима.